Михаил, зацени, здесь реальные пацаны, а еще здесь Екатерина Орлова. И Михаил Кириллов, и в гостях у нас актер Владимир Селиванов. Доброе утро! Доброе утро. Вы не уехали после нашего прошлого интервью из Новосибирска, почему остались? Ждали, что мы вас снова позовем, да? Понравилось? Ну да, нет, я всегда жду, что вы позовете. Вы очень позитивная ведущая. Вот, самый лучший ведущий. Вы единственный, кто нам это говорит. Оранжевая ведущая. Так, в связи с чем приехали опять? Да, два месяца назад мы с вами, по-моему, увиделись. Сейчас другой повод, там был спектакль, а сейчас я приехал к своим друзьям Союза ветеранов спорта на 12-й ежегодный кубок дружбы. Мои друзья Союза ветеранов спорта меня впервые на этот 12-й турнир пригласили, я с удовольствием это приглашение принял. И сам бы, если я в свое время представлял вольную борьбу. Серьезно? Да, из этих... А, то есть опыт спортивный. Вот, а я еще хотел спросить, откуда такие друзья? То есть вы... Какая взаимосвязь? Или это не связано? Мы не в схватке с ними познакомились. А где? В Новосибирске мы приезжали сюда, подружились и уже многие мероприятия нас связали. В том числе недавно мы ездили по Грузии, Владикавказу и Армении на внедорожных машинах, смотрели местные красоты. А получается, как приглашенный гость, просто как друг Кубка Дружбы, ну и там его организаторов, или что-то будет еще, да? Ну, во-первых, я написал гимн, ну не только я. Гимн России? Нет, гимн Союза ветеранов спорта, точнее гимн Кубка Дружбы конкретно. И вот сегодня его презентовать буду. Ну, получается, рэп? Ну, типа такой, да, рэп вместе там с припевом. И я его скорее спродюсировал, чем спел, грубо говоря, да. Почему? Ну, потому что там пою не я, но сегодня спою я. Такая сложная история. Да, он все забыл, он уже не отдыхает. А вы не плохо, вы пройдете, все. Вы умеете заинтриговать. Обставил, да, хорошенечко. Вот, а также сегодня будет большая пресс-конференция сейчас в каком-то кадетском корпусе. Ага. Еще будет пару-тройку интервью. Так что у меня совсем мало времени. А вообще интересуетесь спортом? Как вам единоборство вот это все дело? Да. Любитесь смотреть, как какие-то людей? Я сам занимался вольной борьбой, то есть, и мне эта тема очень увлекала. Я был прям, грубо говоря, фанатом. То есть, в сравнении так, я в свое время занимался сначала каратэ, как ты мне это... Каким? Кёкосинка. Жесткое. Жесткое. Я просто шатыканом занимался там у нас, так. Так, мне надо придумать, чем я занимался. Я играл в россиянина, это пойдет? Для тебя пойдет. Шатыканова. Ну, не так смешно. И то на Сеге, да? Да, да, да. Так, прекратите, я перестаю участвовать в беседе. Ну, и, короче, вот это мне что-то не вкатывало. А вот когда я занимался борьбой, мне прям это такой азарт поймал. И если бы я не уехал учиться в Пермь на Институте культуры, то я, наверное, бы еще поборол не один десяток. Поборол не один десяток, да. А можете Мишку побороть? Не, не надо. Мишку с удовольствием. Давай. Давай закончим интервью, а потом уже продолжим. Просто я боюсь Владимиру сегодня еще выступать на конференции, а тут может затянуться матч. Попись, он бросает вам вызов. Да нет, просто на ничью пойдем, это затянется. Ну, а вообще по поводу вашей сейчас работы, ну, понятно, Кубок Дружбы это повод, но вообще чем сейчас заняты? Там спектакли, может быть, какие-то сериалы, нет? Да, сериал. Так. Сняли только что новый сезон, он выйдет весной. Сериал «Реальные пацаны». Кто не помнит? Да, да. Кто его не помнит, все знают его, конечно. Все знают, все росли на нем. Скоро релиз моей новой песни одной. Ну, вы, я так смотрю, параллельно уже прям в музыку сильно активно? Да, да, я где-то, да, в этом направлении я себя сейчас позиционирую как певец, а не как актер, а вот, поэтому... А почему? То есть это ближе стало? Ну, наверное, да. Здесь я более независимым себя чувствую. И мне всегда это нравилось, и поэтому сейчас я открыл студию в Москве, то есть где там полномасштабно мое логово, куда я прихожу и могу там делать, что захочу в плане музыкальном. Вот, и поэтому все остальные дела я задвигаю на второй план, да, в основном песни, какие-то клипы на это снимаю. А песни, вот только рэп или какие-то, какая там? Нет, я вообще себя как к рэп-исполнителям не перечисляю, и вообще, мне кажется, большинство рэперов, так скажем, кто себя к такому причистит. Ага. Ну, нет, они меня тоже за рэперов бы не посчитали. Это скорее коммерческая поп-культура, ну, вот, то есть тот жанр, в котором я работаю. Ну, и что-то хочется делать, на самом деле, просто необычное. Рэп тоже уже всем надоел. Ну, да. А как вот вообще началось именно знакомство с музыкой? Ну, ну, это был институт, помню, курс третий, просто я начал сочинять стихи мне, там, такие стихи про любовь. Ага. И был там у нас такой друг, Руслан, который, ну, там, написывал какие-то там минусовочки. Вот, и у нас было с товарищем, мы группу создали, назвали ее «Шлакоблоки». Угу. Да. Вот, и у нас есть даже альбом. А песни же про любовь, и как это вяжется, эта тематика. Это как раз очень хорошо вяжется. Не, ну, я не знаю. Знаете ли она сфера, так романтично? Ну, начинается-то все равно какая-то лирика-то из-под сердца, как бы, да, идет. И вот, у меня там, да, я помню, были такие первые треки, какие-то совместные, там, типа, ну, во-первых, шлакоблоки вообще никаким образом не противоречат любви. Начнем с того. Вот, я согласен. Занимательная утренняя беседа. Да. Про шлакоблоки. У нас не только развлекательное, но и очень познавательно. Шлакоблоки, не только обращайтесь с Владимиру Селиванову. Да, я помню, просто там первые песни наши с Мишкой были, типа, там. Это не со мной, это другие Мишки. Да, другие Мишки, да. На что способен я ради дам там было, и там пошло, короче. На что вы способны. Ну, что-то, видимо, построить. Я чуть не помню уже, там, что-то, ответ так сразу не дам, надо подумать. Так, а сейчас, говорите, новый альбом, да? Выходит или пишет или что-то? Не, а сейчас в основном работаю сингловы, то есть какие-то песни отдельно выпускаю. Альбомы так сложилось, что сейчас не слишком это вообще нужно людям. Люди гораздо больше кайфуют от концепции конкретной песни выхода. Как вообще происходит написание вот у вас песен? Вы там закрываетесь в студии или дома как-то во сне приходят тексты или как-то? По-разному. Закрываю студию, дома во сне приходят, иногда. Мне нравится этот формат, просто пересказывать наши вопросы, только без вопросительной инсонации. Очень удобно. Наверное, иногда приходится писать на улице, по дороге. Когда идут на улицу, просто приходит какая-то ось, и начинают писать сразу же. Ну да, я, кстати, не фанат блокнотиков, там вот ручки. А, не блокнотик? Ну, ручку брать. Вот вас раздражает эта ручка. Так скажите, что я просто не нравлюсь, как ты звучишь. Вот видишь, нас уже двое. Я не люблю тебе желтый свет. Фисташковые пиджаки, ужасные. Не важно. Не, короче, все пишу всегда в телефон, в заметки. Потом без этого сижу на ноутбуке, составляю песни, потому что все равно легче это писать. А вот так вот, имеется в виду, от руки, типа там, как Пушкин писал стихи. Да ты молодец, молодец. Он тоже у меня спечатал. У тебя есть принтер, у него есть принтер. Нет, я здесь спечатаю. Грамота, грамотность. На принтер еще не накопил тут, ну, как бы стараюсь усердно. Давайте, наверное, вспомним, мы тогда с вами не поговорили, у вас же в карьере был КВН. Это помните вообще? Это далекие времена уже. Да, да. Да, не так и давно мы играли, между прочим. Ну да. Этот кубок тоже ветеранов тоже был, как это называется? А, ну-ну-ну-ка. А, выпускников, выпускников. Мы победили. Взяли этот, как это называется, кубок выпускников. Кубок выпускников, назовем его так. Ну, что-то типа дорого, да. Пока мы вспоминаем, да, давайте прерываемся на информационный блок, а дальше продолжим. Друзья, мы продолжаем наш разговор. Напоминаю, что в гостях у нас Владимир Селиванов, актер, певец, спортсмен, в общем, мастер на все времена. Проект «Реальные пацаны». Как он появился, зародился, это, по сути, такое региональное творчество. Как вы к этому пришли? А что ты оскорблять-то начинешь? А почему? Ты имеешь что-то против регионов? Ты посмотри щегол московский. Пожалуйста, Владимир, будем общаться с вами. Ну, на самом деле, просто звезды сошлись в том плане, что был придуман качественный сценарий Антоном Зайцевым. Пришел режиссер Жанна Кадникова, которая у нас такая была в команде КВН «Жанка» со Светкой. Да, 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 понятно. Вот, Жанна, это вот наш режиссер. И как-то там нас подобрали без всякого кастинга. Мы просто пришли все и стали снимать. Вы играли сами себя? Нет, ну, там были персонажи. Ну, просто это было как-то от себя и своей биографии, может быть, что-то. Ну, вообще, изначально была задача у Антона Зайцева, чтобы мы максимально своих персонажей наделили свои, ну, какими-то такими чертами своими. Поэтому мы часто нас и сейчас не отделяют уже, и не отличают. Ну, да. Вот. Но в целом, в целом, это просто мы им кое-что подарили, но не из принципиальных смешных характеристик этих персонажей. То есть, там, Вова тупой. Да, да, да. Вот, кстати, только что осознал, что я сказала, потому что Вова, ваш персонаж был не очень сомнительный. У меня все спрашивают после вот интервью, два месяца назад, такой же, типа, или нет? Я говорю, да нет, нормальный. Ну, да, да. Мы в какой-то момент, ну, в принципе, стали такими низкозаложниками своих образов, но мы этого нисколько не стесняемся. Вот. И действительно, сложно просто создать хит. Сложно создать сериальный хит, и реальные пацаны – это явление, которое стало хитом. А вот за счет чего? Как вам? В чем секрет? Не знаю, вот повезло просто. Не, еще раз повторю, что сам по себе сценарий. Сценарий хороший. Да, очень хороший. Вот сама эта идея. Ребята все натасканы на юморе, то есть за плечами до реальных пацанов. У всех уже была очень большая практика, именно. Ну, просто нужно. И здесь неважно, это в Москве это было снято, либо это в Перми было снято просто на опыте, когда подходят профессионалы. Вот у нас профессионалы так сложилось, что и из Перми. Вот. И везде, мне кажется, во всех регионах можно найти каких-то таких адекватных людей. Спасибо за комплимент. Вот вы сказали про заложников образа. Вот на самом деле вы сделали такое страшное дело. Вы выпустили персонажей реальных пацанов просто вот во все проекты. Теперь Валентина везде играет Валентину, мама Коляна везде играет маму Коляна. Есть риск на всю жизнь остаться заложником образа? Конечно, конечно. Ну, я не думаю, что это риск, я не думаю, что это как бы плохо. Это просто следующая задача, которая перед актером открывается, когда ты должен уже сломать этот стереотип. То есть мы же постоянно в развитии, даже нельзя же так говорить, что все, я снялся в реальных пацанах, с меня взятки гладки. Это в Америке, там, люди с хорошего сериала всю жизнь получают дивиденды. У нас это только первое, как бы, то есть, как бы, повезло и давай дальше, работай, двигайся. Вот, и поэтому это, да, следующий этап, попробовать сломать тот стереотип, который сам же, как бы, в итоге создал. Ну, это я так себя, во всяком случае, определяю. А как это происходит? Ну, вот, как вы считаете, как это можно сделать? Как можно сломать? Это же очень тяжело, ведь есть соблазна, и играть какой-то тяжелой. Да, ну, вот, например, вот, Валя сейчас, вот, она отказывается нарочно от таких ролей, которые сильно отсылают к реальным пацанам, к образу Валюхи. То есть режиссер, получается, сами навязывают даже это? Да, конечно, конечно. Режиссеры навязывают сами, они ведут на поводу у публики. У зрителя. С другой стороны, да. Часто зритель просто не готов комедийного персонажа воспринимать серьезно, он смотрит и может захихикать в ненужных местах и так неадекватно воспринять ситуацию. И он в этом не виноват, это, на самом деле, действительно, просто стереотип, который в голове как бы фиксируется, человек по-другому уже не может воспринимать актера. Вот, поэтому, вот, Валя от таких вот ролей сейчас, таких одинаковых, стереотипных отказывается, невзирая на то, что там, ну, можно было бы заработать. Например, но она хочется как бы сменить имидж, они вместе там со своим директором такое решение приняли. Я больше ушел в сторону песенного жанра, ну, пока не играю в кино, там, в сериалах. Ну, и даже на кастинги не хожу. Вообще, в свою жизнь был, наверное, на кастинге, ну, раз пять, это очень мало для актеров. Правда. Как, почему не были? То есть вас так просто приглашали всегда, да? Ну, да, да, я, то есть никогда не состоял в каком-то актерском агентстве, никогда в этой тусовке, вот, там, не было, чтобы куда-то там туда-сюда ходить. Здесь попробовал сыграть солдата здесь, там, кого-нибудь еще. Вот такой он прям, ну, просто опыт не очень богатый в кастинге. Это тоже такая отдельная, отдельная тема нервная. Люди, особенно, если я-то даже, ну, могу по себе заметить, что если это какой-то сценарий, или, там, персонаж нравится, ты приходишь на кастинг, если, так, хорошая роль, то ты нервничаешь, там, несколько раз сильнее, потому что тебе хочется ее заполучить. А когда, типа, ну, так ты, как бы, к этому относишься равнодушно, тогда лучше все получается. Вот в реальных пацанах там были такие колоритные образы, там, папа Лера, это такой суровый такой мужчина, там, Коля, вот эти вот девчонки. Как вся эта команда сформировалась? Ну, скажу, что реальные пацаны, это тот случай, когда вот мы сняли пилотную версию. Ну, пилот, знаете, это что такое для зрителей, телезрителей ваших, скажу. Ну, зайдет, не зайдет. Это просто такая пробная серия, которая, как правило, потом переснимается. То есть ее снимают, потом говорят, вот этого актера надо заменить, вот это так. То есть ее не показывают аудитории? Обычно ее не показывают, да. Она просто такая, просто оценить ситуацию. Ну, с реальными пацанами вышло так, что этот пилот стал сразу первой серией. То есть телеканал увидел пилотную версию и сказали, все, просто продолжайте снимать. И сделали заказ на 50 серий. И вот первая серия, она именно, ну, просто была еще снята до заказа ТНТ. За год где-то. Где-то летом 2008 или 2009 года. Так, а то есть, получается, когда снимали, вы уже сразу готовились к ТНТ? Или сначала... Нет, ну, вообще, ну, даже можно немножко увидеть, что пожестче, там, юмор такой, похлестче. Ну, изначально Антон, я насколько помню, Зайцев кто-то придумал, он это рассчитывал делать, возможно, интернет-проектом. Он был бы, возможно, такой, еще бы покруче, пожестче. Ну, покруче в том плане, что градус... Ну, менее цензурный, да. Градус был бы, да, сильнее. Вот, ну, так как ТНТ с удовольствием, с руками у нас его оторвало. А откуда они увидели? Показывали им. Ну, то есть пришли, да. Там в тот момент был креативным продюсером Александр Дулерайн. И вот Антон позвонил Сашу Дулерайну на телефон и говорит, я хочу вам показать один пилот. И представляете, сколько как бы на тот момент приходило ему таких проектов. Он говорит, слушайте, я в Берлине, у вас есть 30 секунд, чтобы меня заинтересовать. И Антон просто перечислил, ну, познакомился с биографией Дулерайна и перечислил просто все сериалы, которые он любит. И говорит, этот мой сериал, значит, мой пилот похож на Брокен Бет, та-та-та-та-та-та. Короче, все перечислили, походу. Говорит, ну ладно, давайте через неделю тогда увидимся в офисе, ТНТ посмотрим. Ну вот. Через неделю увиделись в офисе. Оказалось, что ничего не похоже. Да, да, да. Как выкручиваешь? Там уже было неважно, просто он самое главное, он его зацепил. Ну, говорят, что там... Ну, ушлые пермики, да, дают вообще? Да, на этом показе, как бы, говорят, что прям аплодировали, все равно же все было полный позитив. Вот в итоге сериал попал на федеральное телевидение, идет сезон за сезоном. Когда остановиться? Когда этот момент должен выступить? То, что, тебе не нравится, что ли? Ну, не может же сказка быть бесконечной. Может ухудшаться качество проекта. Да, но я бы не сказал, что как раз качество ухудшается. Мне на самом деле все нравится, и, ну, как и у любого сезона, просто есть очень смешные серии, есть не очень смешные. Это было с самого начала, а сейчас примерно то же самое. Вот, кроме того, персонажи наши развиваются, растут, у них появляются семьи, дети, там, новые какие-то взаимоотношения. И, знаешь, есть просто люди, которые устали просто от этого сериала, перестали его смотреть. Ну, появляются, наверное, новые, которые заинтересовались. Ну, есть те, кто новые появляются, есть те, кто не устали смотреть. Но как только я тут об этом размышлял, как только мы прекратим снимать, вот уверяю вас, что сразу те, кто перестали, когда смотрел, посмотреть, посмотрят все. сейчас это просто говорят пока он все-таки актуально что типа да я уже не смотрю там потом вы так накажет и прекратить а потом такие они поймут что они потеряли и начнут все пересматривать вот так видишь а ты не хотел смотреть сериал потом будешь жалеть левита владимир вот смотрите когда вышел там сериал вы к вам пришла ну грубо говоря прям настоящая известность после него я так понимаю помните этот момент вообще что изменилось когда проснулись на окружении и так далее но это еще на билбордах меня когда начали таксисты узнавать то есть еще до выхода сериала вышли до был такая глобальная такая была реклама да это отличное слово рекламозация тотальная рекламозация на билбордах просто таксисты едут меня везет это ты что ли это вот были первые ростки популярности а потом там были гастроли у нас и кстати вот в прошлом году мы как раз отобразили эту нашу жизнь когда стали популярным прошлый сезон как раз посвящен тому что как как бы все что мы до этого снимали только-только опубликовали людям и люди настали до узнавать на улице и там поехали на гастрольный на гастрольный тур в гастрольный тур вот я помню что мы тогда тоже ехали то сначала у нас было трехнедельный потом двухнедельный тур и посетили много городов и все дорогие друзья чтобы стать знаменитым можно просто опубликовать свое лицо на билборде так что михаил пользуйся этим советом то это дорого для меня напоминаю что у нас в гостях был актер владимир селиванов спасибо приходите спасибо вам приезжайте оранжевого утра всем